доброе утро среда на календарях это значит что середины недели экватор никита не маши перед камерой бумажками полете банк раз рядом со мной а если вы не нашли для того чтобы просыпаясь вы не то что а по тьмах брелись по закрытыми глазами на кухню пытались заварить кофе он у вас естественно из турки убежал а вот чтобы прямо выпархивали на встрече и скрывать навстречу причине то подписывайтесь на нас в фейсбуке такое утро и в инстаграме такое . утро мы кстати тоже не нашли еще эту причину выпархивали выбор наш ты нашла причину начать свой диалог из владивостока в кишинево такая закидушка была молодец да на философские мысли это всегда к тебе по тебе мы не нашли эту причину но будем искать вместе а тем более что я надеюсь что наши сегодняшние новости помогут нам таки найти эту причину надежды не оправдаются я уверен давайте посмотрим что же происходит в нашей стране олечка начнешь конечно а происходит нас следующее для чего депутатам нужны планшеты на которые государство готово потратить более двух миллионов лет об этом решили рассказать в пресс-службе парламента логично пока все оказывается там решили вести электронное голосование и потому просто жизненно необходимо обеспечить депутатов планшетами а по старой традиции ручки поднять вверх мне кажется дешевле просто устроить как каким-то образом там три кнопки да нет воздерживаюсь это все они на это потратить еще больше день а ты думаешь а но единственное приятное во всей этой новости то что депутаты не смогут домой забрать эти планшеты возможно их прикрутят также как и ручки в банках дабы не утащил как разокран просто забьют гвоздь в конце прошлого года парламент объявил тендер между прочим на покупку 110 планшетов государство готово на них потратить более двух миллионов лет но есть и те кто от новой техники уже отказались это депутат от фракции партии действия и солидарность я предлагаю остальным депутатам быть солидарными и тоже от этого отказаться и тогда мы сможем сэкономить более двух миллионов лет наших денег между прочим потому что до наши налоги ну это конечно только относится к тем людям которые платят налоги еще одно нововведение в парламенте теперь депутаты не будут пить воду из пластиковых бутылок наконец-то от них решили отказаться в здании парламента на расставили кулеры с водой а пластиковые стаканчики заменили бумажными вот вам пожалуйста посмотрели вчера и впервые 8 увидели что есть эко-виллаж и решили что здесь можно сделать эко-дом парламента а почему бы и нет да по подсчетам секретариата парламента это позволить экономить около 100 тысяч лея в год пластиковые бутылки цитирую я это большая проблема для окружающей среды к сожалению вода из крана у нас некачественная поэтому мы вынуждены на привозить питьевую воду вынуждены но мы решили отказаться от пластика рассказал госсекретарь парламента адриан ау на самом деле адриан скажу я вам что то что вы приняли этот закон это конечно неплохо но тем не менее это не совсем экологично теперь можно как-то немножко до эфира перебивала тебя буду во время класса отлично схема до рабочие я знаю как сэкономить еще больше и еще меньше нанести вред миру экологии купить каждому сотруднику кружечку многоразовую из дома набирать водичку и приносить вот эту самую бутылочку кружечку с водичкой из дома тем более что а в доме то есть и вода которую вы сами купили они за счет налогоплательщиков а есть также фильтры уже чистая вода я приношу свою водичку колодец можно вырыть парламент еще нет теперь депутат смогут пить столько воды сколько захотят а работника парламента не придется выкидывать на половину полные бутылки а мы пока не оптимисты на половину полные бутылки не пустые нам напоминать что наши дети в детских садах и школах пьют какую воду правильно из-под крана никаких вам кулеров или простой бутылированной воды хотя представители парламента признают что из крана вода некачественная сами признают за язык никто не тянул тем не менее если вы в парламенте используете сейчас не пластиковые стаканчики а бумажные они тоже не биоразлагаемые вернее разлагаются но тоже очень-очень много лет и к сожалению их нельзя использовать повторно например для того чтобы сдать эту макулатуру и сделать салфетки или туалетную бумагу но шаг вперед вперед но тем не менее лет так десять назад я это помню один из представителей а по канала сказал что мы единственная страна в мире которая смывает извините унитазы питьевой водой нормально да я это запомнила воду в унитазе до слова питьевой водой с парламентом мы еще не закончили удивительная рядом оказывается илон шор который находится в бегах и который приговорен к семи с половиной годам тюрьмы по делу о краже миллиарда может лишиться знаешь чего никита гражданство зарплаты ему платили зарплату естественно как парламентарию а все из-за того что не участвует в работе парламента сегодня парламентская юридическая комиссия она у нас есть рассмотрит запрос об этом генерального секретаря парламента адриана album который в которой сообщается что с июня шара не было на заседаниях и поэтому он не выполнял свою работу а значит и денег он не заработал албу призвал комиссию и сдать распоряжение о том чтобы с декабря девятнадцатого года шору прекратили выплачивать зарплату пособия и компенсации пока он не приступит к своим обязанностям в парламенте да представляешь почти три года назад суд первой инстанции приговорил шорок семи с половиной годам лишения свободы по делу о краже миллиарда в прошлом году 14 июня депутат покинул страну в неизвестном направлении как у нас всегда это происходит шалом говорим он объявлен в национальный и международный розыск настоящее время по данным интерпола он находится в израиле и активно выходит на связь по фейсбуку а найти его никто не может его можно найти просто есть такой закон а может быть и незакон израиль никогда не выдает своих граждан нет экстрадиции нет экстрадиции нет нельзя частенько находится в военном положении это другая проблема где находится его коллега по бегам кто же бывший демократ конечно владушка а я-то на три дня без не вернее два дня без него и вот на третий появился владимир плохотнюк пока по-прежнему неизвестными на также как и шар не ясно президент игорь дадон сообщил что молдавские власти снова обратились в интерпол с просьбой объявить плохотнюка в международный розыск оказалось что когда министерство внутренних дел нашей страны обратилась в интерпол запросом объявить бизнесмена в розыск этого так и не случилось ну а зачем выполнять просьба если можно не выполнять только после того как сша и ввели персональные санкции в его отношениям беда решила снова обратиться в международную структуру игорь дадон заявил также на накануне цитата наша цель найти его и привести домой 3 на где у него много домов по миру какой дом именно хотите привести его игорь николаевич 13 января госсекретарь сша майк помпео сообщил что соединенные штаты америки вводят персональные санкции против плохотнюка ему не будет больше продлевать туристическую визу спасибо большое после того как плохотнюк сбежал из молодого в июне прошлого года несколько свидетелей заявили что видели его в соединенных штатах в майами нормальный район экосистема магазин рядом вот машина есть где припарковать все очень удобно моря океаны вот пожалуйста молдавские власти начали готовиться ко дню победы уже сейчас как сказал премьер и он кику в эфире одной из телепередач к девятому мая отремонтирует наконец-таки мемориальный комплекс в вечность глава кабмина отметил что мире мемориал не ремонтировался более десяти лет и он нуждается в капитальной реконструкции во сколько обойдется ремонт пока неизвестным по словам кику сейчас специалисты подсчитывают расходы как подчеркнул пример у государства есть резервный фонд именно для таких случаев забота о таких памятниках местах вечного упокоения героев это нормально и практикуется во всех телевизованных странах добавил кику вообще инициатива инициатива хорошая ремонтировать памятники интернетате вот например мемориальный комплекс но все-таки хотелось бы чтобы мы о девятом мая не победы помнили не только перед этим событием и конечно же помогали не только восстанавливать памятники но и ветеран которых с каждым годом к сожалению становится все меньше мои прабабушка с прадедушка например прошли войну бабушка практически дошла до берлина а прабабушка скажи пожалуйста если у нас еще какие-то интересные новости о которых мы расскажем в эфире телеканал тв8 в таком утре да у нас есть новость произошла на в бельцах она будет поучительной для многих наших телезрителей у нас по skype сейчас главный редактор бельского издания сп руслан михалевский руслан доброе утро вы сейчас прямом эфире на телеканале тв8 что же произошло в бельцах что это за интересная даже возможно поучительная история давайте у вас узнаем доброе утро эта история произошла еще до нового года обратилась бельчанка зовут марина который обратилась косметическую клинику с проблемой которая была осталась ее коже она рассчитывала что получит омоложение процедуру омоложения и началось это с рекламы в фейсбуке девушка увидела то что есть возможность получить бесплатную процедуру и пройти какие-то омолаживающие вещи в этой косметологической клинике девушка обратилась но получилось так что в итоге она вышла из этой клинике с с кредитом довольно внушительным кредитом на их услуги значит когда она пришла в эту клинику после мониторинга который проводят специалисты этой клинике ей почитали и рассказали что и понадобится какое-то количество процедур мне кажется 24 24 процедуры пересчетами деньги вышла вместе со скидками какие сказали в этой клинике 15 тысяч лет достаточно внушительная сумма просто за то что ей ничего не сделали в этой нет ей сделали давайте вот об этом насколько я знаю половину курса она прошла смысл был в чем она в тот же момент когда она обратилась ей сформулировали предложение таким образом что она должна была согласиться на него не должна была но это было выглядело очень привлекательно потому что и давали скидки и так далее этого как казалось это намного дороже если она сейчас согласится то это будет дешевле но итоговая сумма тем не менее 15 тысяч лет и более того ей предложили подписать договор с микрокредитной организации где ежедневная пеня за просрочку 20 в общем там где-то деньги каждый день будут сниматься с ее счета если она будет не вовремя выплачивать кредит значит она согласилась подписала она считает что тот момент как бы ее подталкивали к этому или оказывали давление в итоге она подписала этот договор но первоначально ей казалось что все окей что это помогает но потом она увидела что это не тот ожидаемый эффект который который ей хотелось бы получить также дело попросили приобрести косметику которая по ее словам стоит в интернете она нашла намного дешевле чем это предложили в этой клинике итог она просто захотела прекратить отношения с этой клиникой и перерывать договор сейчас возникает вопросом принципе вы по итогу она все-таки расторгла этот договор ей удалось но приостановить все все что это произойдет потому что это не устраивало но проблема заключаться в том что она по-прежнему должна выплачивать этот вид который мы взялами к детской организации не считаете ли вы что ее не то что ее нашли ее заставили она сама увидела эту рекламу она сама обратилась ей дали на подпись контракт она его подписала то есть и было ли место обману или этот из той категории людей которые просто не умеют сказать нет возможно в принципе в нашем нашей истории мы даем слово всем сторонам и там объясняют это клиника ситуации и правозащитники люди которые занимаются защитой прав пителя и они говорят да важно в этот когда вы идете на что-то внимательно все просчитать и уметь сказать нет это тоже очень важно но не всем это не у всех это получается есть люди которые ну как бы поддаются они как бы сил характера мягкие возможно и так далее здесь важно не поддаваться не торопиться и не спешить с такими вещами и самое важное если люди себя чувствуют обманутыми как она считают в этой ситуации им нужно сразу же действовать сразу же обращаться например в агентство по защите прав потребителя сейчас по-другому называется спасибо что можно я еще один вопрос задам лично вам просто ваше мнение по этому поводу мы живем в век потребления каждый покупает продает она увидела о том что косметика которую на приобрела за 2000 лев в интернете стоит 600 лев но покупатель ими продавец имеет право назвать ту цену в которую он оценил ее ну в принципе а свою продукцию то что где-то дешевле это не значит что ее обманули то есть как говорится на рынке два дурака продавец и покупатель продавец назвал цену она согласилась с ней он вопрос олечка скажи где обман вот мне интересно ваше мнение вы видите в этой истории обман обман может быть только в том случае если ей обещали изначально одно она получила в итоге другое я не значит мы опять же проконсультировали с юристами и правозащитниками мы не уверен в том что был обман возможно обман был в том что людей привлекли с помощью рекламы бесплатной процедуры но в итоге задача для бесплатной процедуры человека втянуть в отношении довольно дорогие коммерческие отношения и главный риск или главная проблема в этой ситуации то что человек пришел и он в очень большой спешке принимает решение людей не должны на мой взгляд даже с условием того что мы говорим о коммерции о бизнесе где не должны побуждать принимать поспешные решение человек должен принимать взвешенные решения потому что деньги большие и клиника в этом случае не должна создавать такие условия чтобы человек принимал поспешные решения обдуманный Естественно, это дорого. Естественно, выгода клиники в этом. Но это уже не первая история, когда люди считают, что они оказались в очень невыгодной ситуации. Им потом надо очень долго рассчитываться. Хотя есть и другие мнения, которые говорят, что недовольны тем, что они там проходили. Руслан, спасибо вам огромное. Я, к сожалению, должен вас прервать, потому что мы должны тоже переходить к следующим новостям. Спасибо вам огромное. И спасибо еженедельнику независимому СП, что такие истории вы освещаете. Надеемся, что все у этой девушки будет в порядке. И правоохранительные органы дальше займутся этим вопросом. Потому что Руслан Михайловский, он журналист, он все-таки не юрист. Он не может давать юридические консультации. Тем не менее, да, правда, нужно, плохое слово подберу, докопаться. И надеемся, что все будет хорошо и справедливость восторжествует. Вот такие вот вещи происходят в нашей стране. И не попадайтесь на уловки мошенников, потому что их сплошь и рядом огромное количество. И следите за тем, что вам предлагают, что вы подписываете. Вот, и читайте внимательно контракты. Мы переходим к следующей новости, хотел бы я сказать. Но нет, потому что у нас сегодня в гостях весело, задорно, интересно и замечательно. Будет, я уверен. А все почему? Потому что сегодня у нас в гостях кто, Олечка, конечно? Люди, которые дарят праздник детям. Веселая компания, которая дарит праздник не только детям, но и взрослым. Яна Таран, администратор агентства по организации праздников. Кристина Йеня, актриса агентства по организации праздников. И Максим Бальбаш, актер агентства по организации праздников. Ну что, проходите, доброе утро. Доброе утречка. Кристина, ты, наших операторов, и вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Принцесса только вот так. Да, обязательно обязательно. Смотри, кто же у нас тут, Олечка. Это у нас кто? Это у нас... Вы пока присаживайтесь, мы определимся, кто же у нас тут... Да, а это у нас... Символ года или это котенок? Нет, это мышка, символ года. Не будем ее обзывать с плохим словом крыса. Правильно. Не надо. Мышка красивая, замечательная. Мышке там будет удобно или все-таки нужно будет ее сюда? Давайте сюда, мыши. Какая красивая и большая мышь. Традиционный вопрос такого утра. Как проходит ваше утро, Яна? Как проходит ваше утро, принцесса? Что делаете? Завтракаете, не завтра есть и кофе, чай? Ну, мое утро, конечно, начинается с чашечки горячего кофе. Очень вкусно. Да, просмотр планов на сегодня. Так. Наверное, расписание, да, наших актеров. Наших жителей нашей фабрики Патти Стор. Так. Вот сегодня мы утром мы взвонили мышку. Она очень дружелюбно ответила мне пи-пи-пи по телефону, да. Белоснежке позвонила. Она быстренько приготовила завтрак для своих семи гномов и примчалась сюда. Супер. Сразу проснулась красиво. А, что? Это... Принцесса. Если бы нам такую магию сразу проснуться красиво, а не с вот этими вот мешками, в которых можно хранить картофель, это было бы, конечно, намного интереснее. Смотри-ка, Олечка, подготовилась, как всегда, вопросы вот тут составила. На самом деле, это не то, что прям составленные вопросы. Это, чтобы, знаете, структурировать. Давай, структурируй. Да, выбор профессии у вас всех, он был осознанным или просто так сложились обстоятельства? Вижу, что мышка считает, что так сложились обстоятельства. Ну, она родилась мышью, как бы, у нее выбор был небольшой, просто она стала красивой мышкой, да? Да, есть так себе, это правда. Ну, отвечу за себя, наверное, как бы всю жизнь занималась чем-то связанным с творчеством, с какими-то постановками, концертами, пробовала себя в пении, в написании сценариев. В принципе, да, училась на таком факультете, как журналистика, поэтому, наверное, я шла к этому. Это тоже такая отрасль, скажем так, в журналистике. КВН, нет, нет. КВН, да, кстати, мы ездили в сборную, да, мы же когда было, да, ездили в сборную на Украину, в Россию, выступали, пробовали себя. Как бы не всегда успешно, но это опыт. А у Кристины как сложилось? Ну, так как я принцесса. Вы родились принцессой? И выбора не было просто. Нет, почему выбор был? Но просто на нашей фабрике патистор всегда задорно, всегда, как бы, мои новые друзья – это детки, а в нашем лесу, как бы, тоже маленькие гномики, и это не очень было даже там весело. Патистори веселее. Вот, пожалуйста, ответ, вопрос, и все ясно и понятно. Смотрите, какой вопрос меня очень сильно интересует. Важно ли, нужно ли в 21 веке и сейчас, в современном мире, не делать вот эти вот прекрасные день рождения в двухкомнатной квартире, где в одной комнате дети смотрят на торт и играют в странные игры, изучая друг друга иногда. А в другой комнате дети, в смысле взрослые, нормально, по-взрослому отмечают праздник, ну, с теми самыми напитками, застольем. И нужно ли сейчас звать актеров, аниматоров, персонажей любимых сказок? Ты хотел сказать, как было это у нас в детстве, да? Как у нас в детстве было, да. Только мы пазлы собирали, а не... Это очень весело, у нас был вафельный торт со сгущенкой, да, и очень красивые нарядные салфетки, это был первым признаком праздника в доме. А еще был строгий отбор, кого пригласить, потому что места не так много было. Да, 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 это пример, да. У меня в семье делали по-другому, то есть мы в один день приглашали детей, в другой день приглашали взрослых. Ну, по-разному. Зато два раза подарки получают. Ну, по-разному, это практически. Или одни и те же переносили по кругу. Нет, нет, ну, практически. Так что с актерами? По вопросу, да, то есть, спасибо, Никита, что называешь актерами, потому что мы не любим слово аниматоры, мы к себе это слово не примеряем. Не потому что это плохие люди, я не хочу никого обидеть, да. Аниматоры — это люди, которые занимают детей играми, конкурсами, задачами, занятиями. Без образов ты имеешь в виду? Даже в образах, это все равно две разные вещи. Мы называем наш штат, ребят, актерами. И я считаю, что очень важно, да, праздник, детский праздник наполнять вот этой сказкой, которую мы создаем. То есть мы производим праздник, мы производим детские эмоции, настроения. Ведь детский праздник — это не блюдо, да, вкусные блюда, это не громкие названия ресторанов, это не там платье от кутюре, это настроение, это эмоции, это их вера в сказку. И именно это мы пытаемся сделать. Не занять детей во время того, как родители отдыхают, не как бы убедить их в том, что вот давай, я это сделаю. Мы пытаемся им дарить сказку, то есть их детство, вот. У вас есть уже заготовленный сценарий? Смотри, я тут и там показываю. Ничего себе, интересно. У вас есть заготовленный сценарий, который вы предлагаете своим клиентам? Или вы открытые и готовы даже что-то особенное сделать под заказ? Безусловно, у нас есть, скажем так, укомплектованные программы, потому что многим людям в наше время очень сложно сделать выбор. Их нужно направить с помощью, да, определения их потребностей, вопросов, ряда вопросов. Но мы всегда открыты к индивидуальному подбору праздников, потому что, я же говорю, у нас производство этих праздников, начиная с идеи, заканчивая макияжем актера определенного цвета туфелек и так далее. Называется праздник под ключ. Да. На самом деле, я несколько лет работал в partystore.md, получал отличное удовольствие от работы с детьми. Отличное удовольствие, нравится такое? Отличное удовольствие. На самом деле, очень это мне все нравилось, и по определенным причинам мне пришлось уйти, но невозможно работать на 64 работах. Но partystore вспоминаю с радостью, надеюсь, что и меня тоже помнят. Какой я, кстати, был аниматором? Вернее, актером. Вот ты был аниматором, а вот здесь собрались актеры. Я хочу сказать, что Никита как раз и работал в то время, когда мы, наверное, вот перешли эту грань от аниматора к актерам, да, скажем так. Он нес, безусловно, свою огромную лепту своим креативом, творчеством, умением войти в образ. И вот оттуда, наверное, начался такой наш рост как актеров праздников детских. И отличные работники, я считаю. Кстати, очень много нынешних, ребята, нынешний состав очень много фишечек перенял, скажем так, позаимствовал, что-то даже там переделал, еще лучше стало. То есть Никита как бы... Транссеттер Никита. Да, а что, нам было шесть человек, нам нужно было что-то делать, как-то выкручиваться. У меня вопрос к Белоснежке нашей. Кристина, вы репетируете? Давай мы будем называть все-таки не Кристину, мы уже поняли, что это Кристина Ени, актриса прекрасная, замечательная. Белоснежка репетирует свою роль, свои выступления, или она настолько вживается, что она импровизирует? Ну, иногда просто лучше вживаться в роль сразу, когда я выхожу на праздник. А иногда, как бы, праздник требует, чтобы мы прорепетировали тот же выход принцесс, например. Если я одна выхожу, то понятно, что я вживаюсь в роль сразу. А если еще несколько принцесс, то мы должны прорепетировать тот же танец, тот же, как бы, здоровка с... Ну, как бы... С детьми. С детьми, да. Профессиональный слайд пошел здоровка, нужно со всеми поздороваться обязательно. Что хотелось бы сказать. PaddyStore.md, это ни в коем случае не реклама, это действительно так. Привозят самые лучшие, дорогие костюмы для своих актеров. Вопрос откуда? Это все шается индивидуально, не в нашей стране. Ничего себе. У нас, я могу говорить у нас? У нас есть такие костюмы, которые стоят много-много тысяч евро, и это не просто потому, что они дорогие, а потому, что они выглядят действительно эксклюзивно, и такого в Молдове больше ни у кого нет. Пока я тут рекламирую контору, в которой когда-то работал. Больше не работаешь. И пока больше не... Иногда, знаете ли, новогодние праздники в чес тоже попадают. А почему нет? Ну, нравится мне, что же тут делать. Мы должны еще и узнать и заработать денег для телеканала ТВ8. Мы перейдем на рекламу, после которой вы узнаете что-нибудь. Веселое такое утро здесь, на телеканале ТВ8. Оля Чибан рядом. И Никита Соловьев рядом. И о чем мы сегодня говорим? О хороших вещах на самом деле, потому что у нас сегодня гости великолепные. И персонажи замечательных сказок, в данном случае Белоснежка и Мышка. Какие красивые все-таки у вас костюмы. И Яна Таран, администратор агентства по организации праздников. Яна, ты говорила о том, что действительно важно сейчас немножечко переходить на уровень адекватных, можно сказать, взрослых, серьезных праздников для детей, потому что они сразу понимают. К ним пришли тут какие-то люди просто так, либо действительно они верят в образ, радуются этому и понимают, что это все сделано для них. Ценовая политика меня не интересует, потому что я так понимаю, что раз уж костюмы вы привозите из-за границы, значит, и как бы, соответственно, праздник профессиональный стоит дорого. Как относиться к тем людям, которые, можно сказать, портят вашу профессию, потому что вы не единственное агентство. И есть, мы неоднократно видели в интернете этих прекрасных принцесс, у которых здесь нет-нет, торчит свои волосы, не поглажено платье, а то и хуже, нет макияжа, например. Я думаю, нет платья, а то и хуже. Такое тоже бывает. Что, как конкурировать с такими людьми и стоит ли вообще? Ну, вы знаете, как бы, поэтому слово конкуренция, оно для меня очень положительное. Я не негативлю по этому поводу, и, наверное, поэтому нужно найти свою нишу, в которой можно работать. То есть, поэтому мы каждый год составляем планы, что мы будем менять, что мы будем добавлять, а что оставим, как бы, прежним. В этом году мы поставили для себя такой план внедрить, скажем так, в детский праздник, в детское мероприятие интерактивные спектакли, короткие для детей, естественно, с участием детей, именинника и именинницы. Я думаю, что это будет иметь, как бы, такой свой отголосок, потому что устали дети играть, устали вообще от фраз «давай поиграем». Нужно что-то более интересное, и я думаю, что это будет тем, чем мы будем еще более отличаться от наших конкурентов. Следите ли вы за трендами? Потому что среди детей они тоже очень распространены, всякие танцульки быстрые, ну, там, видео, несколько танцев, я не знаю, как это называется, потому что я старый. ТикТок, Инстаграм, все вот эти вот вещи. Это первое, это то, что должно быть у нас в закладках, у нас, у наших актеров, у всех работников нашей фирмы, как бы. Безусловно, ТикТок, все топовые песни скачиваемые, все флешмобы, которые только появляются, все челленджи танцевальные, которые только появляются. В принципе, мы и даже иногда становимся сами родоначальниками челленджи, которые придумываются просто так вот, сидя на нашем мозговом штурме из трех движений и внедряются. Конечно, сейчас без этого никуда, дети следят за всем. А какие самые странные, я бы сказала, пожелания вы получали от клиентов? Ну, по тематике проведения праздников. Их очень много, начиная от того, что, опять же, наши заказчики иногда сами не знают, чего хотят и ждут направления, но у них есть интересные пожелания, такие как, ну, разбивают целостность программы. Например, да, у нас участие принцессы Эльзы и Человека-паука. Но мы, как команда профессионалов, безусловно, придумываем достаточно понятный сценарий, в котором объясняется, почему Человек-паук оказался рядом с Эльзой из двух разных, как бы. Ну, и так далее. Это могут быть уже различные пожелания, то есть зайти на корточках, притвориться умершим и так далее. Но мы готовы выполнять это интересно, просто преображаем это в более творческий. Сразу виден профессионализм, да, Яна Парановна? Безусловно. Графиня, что ты сказал. Мне просто интересно, зайти на корточках, это какой герой? Чеха? Спайдермен, например. Мышка вот тоже этот может. Тоже может на корточки зайти, почему нет? Профессионализм, мы поняли, что вы стремитесь к этому и уже таким образом работаете. Был у меня вопрос в голове, вылетел он почему-то, тем не менее, я задам. Ну что, хочешь задать? Нет, я не перебиваю, как некоторые. Извини, пожалуйста, не перебивайте. Вот, вопрос пришел, спасибо большое. Вопрос к актерам все-таки, к Белоснежке в данном случае. Не все, не все дети ведут себя... Адекватно. Приемлемо. Приемлемое слово. И хочется иногда, я как работник тоже помню, что хочется иногда подойти и сказать, Ну, слушай, Ванечка, ну не надо себя так вести. А иногда хочется и показать ему что-нибудь. В смысле, как не надо себя вести. Как справляться с такими детьми, со сложными детьми, так сказать? Ну, во-первых, к ребенку нельзя подойти, вот так сказать, успокоиться. Конечно, я этого тоже не делал. Потому что он на зло еще так делает, ведет себя плохо. Лучше подойти, спокойно сказать, как бы, все нормально, пойдем, поиграем, все хорошо. И это спокойным тоном. Чем тише, тем он лучше воспринимает, и он начинает слушать и слышать тебя. И тем самым поддаваться твоему влиянию на него вот этими глазами, с очарованием. Ну, а так никогда на детей лучше не кричать. То есть, потом вот так подойдет, как бы, к маме, там все такое, а как бы актер не кричал. Я хочу добавить, что, ну, как бы, детские праздники, у нас дети обременены сейчас школой, английские танцы, плавание, макраме. Все, чем они занимаются, у детей заполнен график. И везде есть учителя, преподаватели, обязанности, обязанности, дисциплина, обязанности. Поэтому я за то, что, когда ребенок приходит на детский праздник, именинник или гость, это их поле свободы. Это их время делать, что они хотят. Отреваться. Да, иногда это, возможно, может не понравиться родителю, потому что ребенок проявляет свою энергию. Каждый по-разному. Кто-то злится, кто-то веселится. Я считаю, что это поле свободы, и ни актеры, ни родители, никто не должны в этот момент им мешать, воспитывать, успокаивать. Наверное, нужно сыграть в его игру, в его же игру. Вот он валяется на полу, кричит, надо упасть и валяться, кричать, и ему от этого будет еще веселее. Многие ли родители соглашаются с тобой и делают таким образом? К сожалению, да, вот опять же, мы постараемся доносить до родителей эту информацию, что это вот, это то время, когда они могут показать себя. Потому что любое проявление, это проявление характера ребенка. Он хочет так себя вести, ему там где-то нельзя, где-то он себя вести. Родители, скажем так, ну, наверное, больше поддаются, чем нет. Они понимают, что здесь ребенок, это его время. Личное пространство. Да, личное пространство, его свобода. А вы проводите праздники только в заведениях или вас домой тоже можно пригласить? Вы знаете, я могу сказать, где мы... Мужка не захотела домой. Да, где мы только не проводили мероприятия. И у нас нету, скажем так, рамок. Куда угодно, где угодно. На улице, дома, в садике, во дворе, на озере, в поле мы делали, да. Праздник, квест у нас был в поле, реальное поле. Откуда нас выгоняли, но мы его делали, как бы, да. Везде, абсолютно в любое место, как бы, мы выезжаем и готовы там обустроить и создать праздничную атмосферу. Образы здесь в эфире телеканал ТВ-8. В таком утре замечательные, как вы видите, и красивые, и белая снежка, и мышка. И я, Анатаран, администратор агентства по организации праздников. Конечно, желаем вам замечательных праздников, вам в том числе, хороших клиентов и чудесных детей. И доброго утра в продолжении, ну и, конечно, отличного дня. Спасибо большое, что пришли. Аплодисменты наших операторов, наши мыши. Давай пять. Оп. Вот таким вот образом мы показали образы, да, и, конечно, каждый из вас теперь понимает, нужно ли или не нужно заказывать актеров на детские праздники. Мне кажется, что все-таки да, для того, чтобы таким образом тоже развивать воображение ребенка. А сейчас, мне кажется, пришло время разобраться, нужно ли заказывать планшеты для наших парламентариев. Эти подводки от Оли Щебан, конечно. Что происходит в стране? Посмотрим. Для чего депутатам нужны планшеты, на которые государство готово потратить более двух миллионов леев? Об этом решили рассказать в пресс-службе парламента. Оказывается, там решили ввести электронное голосование, и потому просто жизненно необходимо обеспечить депутатов планшетами. Кстати, сообщается, что их можно будет использовать только в зале заседаний. Домой их забрать для своих детей не получится. Не обязательно для своих детей, может, и для себя. Почему нет? Может быть. Но всегда я не себе, я для других стараюсь. В конце прошлого года парламент объявил тендер на покупку 110 планшетов. Государство готово потратить на них более двух миллионов леев. Кстати, есть и те, кто от новой техники уже отказался. Это депутаты от фракции партии «Действия и солидарность». Солидарно подошли к вопросу, отказались. Нам не надо, мы руки тоже можем поднимать. На самом деле, в разных странах, парламентах действительно есть три кнопки, о которых ты рассказывал в начале эфира. Да, нет, либо сдержался. Но вот, видишь, мы в веке 21 живем, хотим современной технологии. Поэтому таким образом тратим 2 миллиона лет. Ну, хотим, по крайней мере. Ну, знаешь, все новое, это хорошо забытое старое. Давно уже депутаты не поднимают листики с «да, нет», написанными от руки. Так что можно и к этому вернуться. Да. К варианту. Их еще можно заламинировать. Это вообще многоразовое использование. Опять же, «да, нет», воздерживаю, заламинированное, это еще дешевле, чем кнопки. А выглядит так же, как планшет. Экономический эксперт Ольга Чибан по парламентариям может рассчитать ваш бюджет, может рассказать, куда тратить деньги, куда вкладываться. Деньги налогоплательщиков. Да, когда-то давно Оля вложилась даже в пирамиду МММ. Еще одно нововведение в парламенте. Теперь депутаты не будут пить воду из пластиковых бутылок, от них решили отказаться. В здании парламента расставили кулеры с водой, а пластиковые стаканчики заменили бумажными. Можно еще из ручек вот так пить, вообще дешево, все родители. А по подсчетам... Еще один эксперт в нашей студии, экономический эксперт Никита Соловьев. А ручки-то вот они. По подсчетам секретариата парламента это позволит сэкономить около 100 тысяч леев в год и потратить их на шторы. Пластиковые бутылки это большая проблема для окружающей среды. И, к сожалению, вода из крана у нас некачественная, поэтому мы вынуждены производить, вернее, привозить питьевую воду. Но мы решили отказаться от пластика, рассказал генсекретарь парламента Адриан Алба. Вчера Иван и Валерий, которые экоактивисты, приходили к нам и говорили, что им не очень нравится, что сейчас эко, это стало трендом ради того, чтобы говорить. Очень бы не хотелось бы узнать, что парламент, да, действительно отказался от пластиковых бутылок, но, тем не менее, это все только на словах. И таким образом мы как бы прикасаемся к экологии, мы прикасаемся к экологичному существованию парламента в нашей стране. А на самом деле на словах я лев толстой, а на жизни, ну, вы знаете. Ты что-то хотела добавить? Да, я хотела добавить, что самые внимательные телезрители могли увидеть, что наши гости вчерашние не просто приходили и говорили об эко-тенденциях и так далее, то, что им не нравится, в принципе, что это стало тенденцией, но они пришли со своей посудой, в которой... Да, да, это правда. Да, бутылки многоразовые для питьевой воды. Теперь и не только там можно кофе из них пить. Да. Теперь депутаты смогут пить только, вернее, столько воды, сколько захотят, работникам парламента не придется выкидывать наполовину пустые, вернее, наполовину полные бутылки, потому что мы с вами оптимисты. А мы пока не устаем напоминать, что наши дети в детских садах и школах пьют воду из-под крана. Никаких там кулеров или простой бутылированной воды. Хотя представители парламента признают, что из крана вода некачественная. Сами признают, но вот за язык вас никто и не тянул. Ну и с парламентом мы все еще не закончили. Удивительное рядом оказывается, Илон Шор, который сейчас находится в бегах и который приговорен к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда, может лишиться. И знаете чего? Зарплаты. Таки, да, Никита? Ему все это время начисляли зарплату. Адекватное государство, адекватные решения. Мы экономим. Современные проблемы требуют современных решений. Мы экономим на воде из кулера из пластиковых бутылок для того, чтобы выплачивать нашему в бегах парламентариум. А что выплачивает, кстати? Вот если бы я сказал нашему, тогда еще как-то где-то. А тут... Ой, Никита, ой, Никита. Все из-за чего? Почему его хотят лишить? Давай уже, начни. Почему? Почему? Из-за того, что он не работает, не участвует в работе парламента. Сегодня парламентская юридическая комиссия рассмотрит запрос об этом генерального секретаря парламента Адриана Албу, в которой сообщается, что Илон с 16 июня не присутствовал на заседаниях и поэтому не выполнял свою работу. Албу призвал комиссию издать распоряжение о том, чтобы с декабря 2019 года Шору прекратили выплачивать зарплату, пособия и компенсации, пока он не приступит к своим обязанностям в парламенте. Почти три года назад суд первой инстанции приговорил Шору к 7,5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. В прошлом году, 14 июня, депутат покинул страну в неизвестном направлении. Он объявлен в национальный и международный розыск. В настоящее время, по данному Интерполу, находится в Израиле и активно выходит на связь по Фейсбоку. А как говорит моя знакомая, да, Сара, то есть Жасмин, умеет выбирать мужей. А вот где находится его коллега по бегам, бывший демократ Владимир Плохотнюк, пока по-прежнему неизвестно. Президент Игорь Дадон сообщил, что молдавские власти снова обратились в Интерпол с просьбой объявить Плохотнюка в международный розыск. Оказалось, что когда Министерство внутренних дел нашей страны обратилось в Интерпол запросом объявить бизнесмена в розыск, этого так и не произошло. А по какой причине, спросите вы, и ответа вы не получите. И только после того, как Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции в его отношения, МВД решило снова обратиться в международную структуру. Игорь Дадон заявил также накануне, цитата, «Наша цель – найти его и привезти домой». 13 января госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Соединенные Штаты Америки вводят персональные санкции против Плохотнюка и ему не будут больше продлевать туристическую визу. После того, как Плохотнюк сбежал из Молдовы в июне прошлого года, несколько свидетелей заявили, что видели его в Соединенных Штатах, в Майами. Хорошее место выбрал, кстати, в Майами. Тепло, хорошо, океан, квартира, домоуправительница. Это ты там бывал? Да, я там бывал, конечно, несколько раз в день. А вдруг там нет домоуправительницы? Я уверен, что есть. Ну а наши молдавские власти начали готовиться ко Дню Победы. Как рассказал премьер Ион Кику в эфире одной из телепередач, к 9 мая отремонтируют мемориальный комплекс «Вечность». Глава Кадмина ответил, что мемориал не ремонтировался более 10 лет и теперь нуждается в капитальной реконструкции. Во сколько обойдется ремонт, пока неизвестно. По словам Кику, сейчас специалисты подсчитывают расходы. Как подчеркнул премьер, у государства есть резервный фонд именно для таких случаев. Забота о таких памятниках в местах вечного покоения героев – это нормально и прокатикуется во всех телевизованных странах, добавил Кику. Я бы сказала, что это ненормально, это правильно. Это абсолютно правильно. Еще правильно помогать ветеранам Великой Отечественной войны, независимо от того, разрушаются эти памятники или не разрушаются. Рубрики, конечно, без которых мы в 2020-м тоже не обходимся. Сегодня, напомню, 22-е, 0-1-е, 20-20. Хорошие такие цифры, много двоек. И в одном, в этом мире, в одном этом мире нашем, происходят совершенно дикие вещи, пожалуй, везде и часто. Но не значит, что мы не должны, вернее, что мы должны молчать и закрывать на это глаза, например, когда права женщин нарушают. Итак, Федя Дичь, в общем. Смотрим. Федя Дичь! Рубрика, о которой мы всегда говорим со странным выражением лица, потому что, ну, очень многие вещи нас расстраивают. Меня иногда просто ставят в ступор. В Дагестане несколько месяцев назад построили самый большой бассейн Северного Кавказа. С начала года в него решили не пускать женщин. О запрете дагестанской спортивно-развлекательный комплекс «Анджи-Арена» в Каспийске сообщил у себя в Инстаграме в понедельник. С 20 января посещение бассейна только для мужчин говорилось в объявлении. Причины, по которым было принято такое решение, не объясняли. Скорее, под публикацией появилось большое количество негативных комментариев. Инстаграм перевели в приватный режим. Правда, вчера поздно вечером вновь открыли, и бассейн решили открыть для женщин три раза в неделю. Я хочу напомнить, и мы хотим напомнить, что на дворе 2020 год, 21 век. И в какой-то стране нашего мира, в Дагестане в данном случае, женщин не пускают поплавать рядом с мужчинами. Одна из посетителей бассейна, просившая не называть ее имя, рассказала Медузе, что раньше ходила плавать вместе с супругом. По ее наблюдениям, основными посетителями спорткомплекса были мужчины. Введенный запрет она связывает с тем, что посетители мужчины могли жаловаться на то, что им неприятно находиться в одном помещении с женщинами в купальниках. Извини, какие-то неправильные мужчины, которым неприятно находиться рядом с женщинами. Сейчас у меня будет много комментариев. Похожий случай произошел в Дагестане в 2011 году. Жительницу республики не пустили в бассейн спортивного комплекса «Хазар», хотя она купила абонемент. Продать можно, но посещать нельзя. Да, при этом ее, друзья, мужчины смогли зайти в бассейн. Тогда руководство спортивного спортобъекта уточнило, что ограничило посещение по просьбе посетителей, которых смущает в присутствии полураздетых женщин. Дичь, дичь, что тут скажешь? А мне есть что добавить к этой новости. На самом деле, в данном случае... Нужно ли обязательно? В данном случае к этим женщинам, которых не пускают в бассейн, конечно же, с ними поступают абсолютно неверные, неэтичные, неправильные шовинистки. Но, с другой стороны, если есть такие мужчины, которые считают, что рядом с ними плавает женщина в купальнике, и это неприемлемо, значит, от таких мужчин нужно женщин ограждать и отстранять подальше, потому что это неадекватные люди. Это, мое мнение, может быть, оно будет слишком злым. Также у меня работает подруга в знаменитой авиакомпании, и когда к ней подходит мужчина, в Израиле есть такие мужчины, которые не хотят находиться рядом с женщинами даже в самолете, они говорят, отсадите, пожалуйста, меня, чтобы рядом со мной или вокруг меня не было женщин. Она это делает, понимая, что это неправильно, но она ограждает тем самым женщину от нападок этого самого неадекватного мужчины. Не надо так поступать в 2020 году, в 21 веке. Пускайте людей туда, куда они хотят. Я закончил цитату. Я комментировать не буду, поскольку это самодостаточная новость, да, и Никита уже выразил наше общее мнение. А предлагаю перейти к новостям зарубежным. Давайте. 3 миллиона долларов за убийство президента США Дональда Трампа. Адекватные новости, как мы любим. И это не сюжет очередного боевика. Такое предложение прозвучало в парламенте Ирана от депутата Ахмада Хамзе. Он заявил, прямая цитата, «от имени народа провинции Керман мы заплатим 3 миллиона долларов наличными тому, кто убьет Трампа». Как вы считаете, опять же, возвращаясь к 21 веку, Ольга, как вы считаете, президент страны, любой страны, может ли заявлять такие вещи? Он депутат, он не президент, он депутат в парламенте Ирана. Я, в принципе, считаю, что это призыв к насилию откровенный, и это должно караться законом. Независимо от того, кого он хочет убить. Вне зависимости. Так, так, продолжаем. Это мое личное мнение. Кто именно принял решение предложить такое вознаграждение, иранский законодатель не сообщил. Керман – это город в одноименной провинции Ирана, откуда родом генерал Касем Сулеймани, которого убили 3 января по приказу Трампа. Американский президент назвал Сулеймани террористом, Иран пообещал отомстить за смерть генерала, ну а ночью 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке. Иван. Иван. Это была единственная радостная вещь в этой новости. Я не знаю, как комментировать эту новость, это тоже ненормально. Между тем, организация гражданской авиации Ирана снова отличилась по поводу, отчиталась по поводу авиакатастрофы самолетов международных авиалиний Украины под Тегераном. В отчете сказано, что Боинг потерпел крушение после того, как в него попали две ракеты малой дальности класса «Земля-воздух», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Тор-М-1». Иранские власти также признали, что не могут расшифровать черный ящик самолета, заявив, что портовые самописцы сбитого Боинга – одни из самых передовых в мире. Франция и США отказались предоставить Ирану оборудование для расшифровки. Расшифровки отмечается в отчете. Но, опять же, странные вещи происходят, то случайно, то не случайно. Уже признали, это уже плюс на самом деле. То, что такое происходит, опять же, в современном мире, это неадекватно. И Францию, и США в данном случае тоже можно понять, потому что можно взять специалиста, который с этими черными ящиками приедет в США или во Францию, и там их расшифруют, а не вот эти вот разные вещи. Мне кажется, наш редактор специально подобрала именно вот такие вот новости за рубежки, чтобы казалось, что у нас не все так плохо, господа. Нет, это просто мир современный. Сошел с ума, сходит с ума прямо на наших глазах. Уже больше полугода в Австралии горят леса, за прошедшие выходные произошли еще две природные аномалии. Позитивные новости. Такое утро. ТВ8. Песчаная буря и крупный град. Вот что произошло в Австралии. Песчаная буря накрыла штат Новый Южный Уэльс, который сильнее всех пострадал от масштабных пожаров. Очевидцы сняли, как буря надвигалась на населенные пункты, накрывая дома и дороги. О жертвах не сообщается. По данным СМИ, повреждено здание школы. Между тем, в штате Виктория выпал град размером с куриное яйцо и повредил много строений. Напомним, вследствие бушующих пожаров сгорело 8,5 миллиона гектаров, погибли 26 человек и более полутора миллиардов животных. Вот такие вот невеселые времена настали у Австралии. Это, видимо, высокосный год. Ретроградный Меркурий. Что-то происходит в этом мире, действительно. Зато новости из Нидерландов прилетели к нам на куриных голубях. Амстердамские власти заботятся о своей молодежи. Они придумали довольно-таки интересную программу. Для того, чтобы помочь молодым людям получить образование и найти работу, власти решили, что сделать, Олечка? Выкупить их долги. Какие молодцы. Кто бы сделал бы это у нас. Как сказал заместитель мэра Амстердама Маржалай Мурман, долги вызывают сильный стресс. Как он прав, Маржалай? Что касается молодых людей, долги часто напрямую влияют на их будущее. По мнению зам мэра, многие молодые жители Амстердама взяли деньги в долг из-за проблем или недостаточной финансовой осведомленности. Поэтому власти решили помочь им начать все сначала. Как это работает? Муниципальный кредитный банк выкупит у кредитов долги молодых жителей города в качестве стимула для передачи долга в банк. Муниципального совета им выплатят по 750 евро. Молодые люди, участвующие в программе, получают новый займ для погашения долга в соответствии с возможностями. Сейчас работает мозг. Большую часть долга отменят при условии, если студент будет успешно учиться. Вот, видишь, какая мотивация хорошая? Кроме того, должникам предоставят специальных тренеров, которые будут помогать им с их ситуацией и составят план действий. По мнению властей, молодым людям с нестабильными доходами часто бывает крайне тяжело реструктурировать свои финансы и произвести необходимые выплаты. В Нидерландах и в других европейских странах, в частности, в Великобритании, студенческие долги стали заметной тенденцией, которая препятствует тому, чтобы молодые люди заканчивали образование и получали работу. Официальным данным долги есть у более трети жителей Амстердама от 18 до 34 лет. А я хочу напомнить, что молодежь – это до 35. Нет, молодость уже до 45. Ой, тем более, вообще супер класс. Средний долг студентов в Нидерландах составляет около 14 тысяч евро. Это на человека, я так понимаю. Ну, вот в Нидерландах берут на обучение долги, у нас берут в Молдове кредиты на то, чтобы стать моложе, красивее, подтянутей. И почему-то у нас правительство не пытается помочь с этими долгами. Говорят, что пытаются. Не те телеканалы смотрят, колечко. Ну, не только у нас борьба с киосками. В Риме вступил в силу запрет на размещение киосков с сувенирами и едой рядом с главными городскими достопримечательностями. Где? Среди которых Колизей в Риме, Испанская лестница, Фонтан де Треви и Пьяца Навона. Пьяца Мария Данек Националь. Мэр Рима Вирджиния Раги, что это необходимо для того, чтобы... А, заявила она об этом. Это не я, это редактор. Чтобы защитить культурное и монументальное наследие столицы. Да, Никита. По мнению властей, киоски, которые часто располагаются прямо перед достопримечательностями, затеняют обзор для посетителей и только усиливают массовое скопление вокруг этих мест. Самые распространенные римские сувениры – это фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки. Столица Италии давно страдает от избыточного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников, вводя новые запреты и штрафы. Так, в прошлом году посетителям запретили сидеть на испанской лестнице, а также двигать по ней коляски и колесные чемоданы. Хорошая инициатива у нас тоже такую ввели, ну, по крайней мере, о сносе ларьков. И теперь они будут все одинаковыми, объединенными с остановками. Я уже видел, некоторые уже установили, выглядит симпатично. На Ибице ввели меры против пьяных вечеринок. Ну, нашли где, собственно говоря. Помните, как там? У них, видимо, тоже слишком много туристов, они решили от них избавиться. Ну, давай узнаем. Местное правительство издало указ с несколькими запретами. Например, отныне местным бизнесменам грозит штраф до 600 тысяч евро за рекламу счастливых часов в барах. Вот эти вот, знаешь, вот эти happy hours, когда красивая хостес стоит. Девушка говорит, проходите, у нас сегодня полцены, на полцены пополам. 600, 4, 1, 2, 4, накидали, слышно. Да, да, алкогольных вечеринок на яхтах, продажа спиртных напитков с полдесятого вечера до восьми утра. Кроме того, увеселительные заведения за нарушения могут закрыть на целых три года. Все это касается тех мест пляжа Ариналь и курорта Магалуф на Майорке и курорта Сан-Антонио на Ибице. Туристам также придется заплатить кругленькую сумму до 60 тысяч евро за прыжки с балконов. Я думала, за это ты платишь своей жизнью или как минимум здоровьем. Этот запрет действует уже на всей территории Болеар. Помимо штрафа, весельчакам могут, они могут лишиться номера в отеле. За нарушение владельцы смогут законно выселить клиента. На самом деле, меры абсолютно нормальные, особенно по поводу того, что прыгать с балконов не нужно в бассейны. Вот, ну а по поводу алкоголя, даже не знаю, как у них получится это. Но сумма 600 тысяч евро, это неплохо. Я думаю, способствует тому, чтобы все-таки придерживаться закона. У тебя часы есть на руках? Сколько у нас? Да, у меня есть часы. Зачем ей часы, если на них 10 утра? Тем не менее, Никита Соловьев рядом с вами тоже был. Олечка Чабан, тут это такое утро. Замечательного дня в продолжении вам желаем и добрых новостей, что тоже очень важно. Встретимся завтра? В это же время на этом же самом месте. Никуда от нас не убегайте, смотрите новости, смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok